Помню далекий 1989 год, когда я впервые услышал о существовании этой группы. Для тех, кто не застал в то время, естественно, тогда не было ни интернета, ни компакт-дисков, ни mp3-файлов. Не было ничего подобного, к чему мы привыкли в настоящее время. Единственная возможность была услышать депешмот где-то по радио, изредка увидеть видеоклип по нашему советскому телевидению. Или у кого-то раздобыть кассету и записать ее себе. Время было очень интересное и насыщенное. И несмотря на это, на то, что мы жили во времена СССР, эта группа, ее известность, музыка добралась до самых отдаленных уголков нашей большой необъятной родины. И вот тогда была мной приобретена следующая тетрадь. Она стоила, тут не могу прочитать, отсвечивает сколько-то копеек. Это не тетрадь. Ну, можно сказать, что тетрадь формата А4, как принято говорить в настоящее время. И я в нее наклеивал вырезки о группе депешмот. Собирал их в самых различных газетах, источниках. Сейчас поправлю камеру. Иногда, чего греха таить, приходил в библиотеку и, ну вы сами понимаете, что происходило с газетными вырезками. Наклеивал в себе различные материалы относительно данной группы. Страницы уже пожелтели от времени. Но тетрадка у меня осталась. Что-то я переписывал. Сам своей рукой всю информацию собирал. Отклеивается уже. Давайте посмотрим воспоминания. Модный парень из Базилдона. У нас была следующая статья. Не статья, а журнал. Видите здесь? СМ-значок. «Сельская молодежь». И в ней была опубликована статья. А депешмот это 1989 или 1988 год. Наверное, моя первая статья была. Следующие вырезки. Тут я пробовал что-то нарисовать. И вот тут спустя 10 лет, в 1990 году, да, это вырезка из газеты, какую уже не скажу. Михаил Александров, он такой достаточно известный в то время человек был. Кто занимался обзорами, в том числе музыки. Вот следующая. Собирал, собирал. Это 1990-1992 год. Была популярна группа «Технология», копия группы «Депешмот», только российская. И они выпускали газету, называлась «Плей», «Лонг Плей». Вот вы смотрите, 1992 год. И я с нее, мне эту газету привезли с Москвы. Она была посвящена «Депешмот» на 100%, на 99%. Ну и было, естественно, немножко о технологии. И вот 1990 год, тогда это закончено было. Еще не было альбома 1993 года. Еще впереди был уход Алана Уайлдера в 1995 году с группы. И после этого у ней поменялся звук, саунд. «Депешмот» – образец 1993 года, когда они выпустили альбом «Сонга Фэйс и Девошен», который полностью поменял, чему привыкли фанаты «Депешмот». Их образ, манеру песен. Но это уже классика альбом 1993 года «Сонга Фэйс и Девошен». Содержит такие хиты, как «I Feel You», «Walking in My Shoes». До чего он только не содержит. И вот здесь, наконец-то, появился 10-й альбом «Депешмот». Он называется «Сонга Фэйс и Девошен». Потом в 1997 году они выпускают альбом «Ультра». Первая пластинка после ухода Алана Уайлдера. Она вообще отличалась от того, что группа делала до этого. Там тоже содержатся замечательные песни, как «Баррел оф Эган», «Хоум» и «It's No Good». «Хоум» и «It's No Good» исполняются по-прежнему на концертах. Депешмот. Депешмот русифицированная версия. Дэйв Гахан. Гаан, как некоторые, где носить обручальное кольцо. Все я собирал. Все статьи, вырезки. Альбом «Ультра». Они уже стали трио. Мартин Горр, Дэвид Гаан, Энди Флэчер. Убираю следующий. Не следующий, а эту тетрадку. Уберу другую. У меня их три. Появился интернет. 2001 год. Я все собирал. Интервью их вытаскивал. Сайтов соответствующих распечатывал. Это сейчас вся информация доступна. А к тому времени еще только все начинало связано с интернетом. Хит-парады, которые занимала, не хит-парады, а места песен, альбомов группы. Это уже «Эксайтер», альбом 2001 года. Не помню, как называется их продюсер, который работал с Бьорк. Он сделал их звук 2001 года. Там такие песни, как «I feel loved», «Dream on», «Free love». Но это уже не те альбомы, которые были записаны при Алане Валдере. Это отдельная история. Также Дэвид Гэхан стал выпускать свои сольники. Вот один из них «Pave Monster», «Бумажные монстры». Он приезжал в Москву с концертом. Тоже все собирал, всю информацию. И еще один экземпляр. Это у нас тоже папочка. Сейчас, минуточку. Позиция альбома «Эксайтер» в чартах в Германии. Первая высокая позиция. Тоже первая перечисляется. Все вырезки. Где пешмот? Следующая станция «Москва». Это у нас сентябрь 2001 года. Альбом «Эксайтер». Вот его обложка. Это кактус «Агава». Изображен в жарких странах. Кто бывал, могут этот кактус видеть. Он достигает больших размеров. Одно время его даже дома выращивал. Мне одна девушка подарила этот кактус. Ну, естественно, он не вырос, не отмахал. Завял у меня что-то. Я его отправил в «Асвайаси». Три года спустя. Это вот фотографии с их концертного тура в поддержку альбома «Эксайтер». Все собирал. Листаем дальше. Вот тут альбом за альбомом. Первый альбом «Speak and Spell» «Broken Frame», «Construction Time Again», «Some Great Revolts», «Black Celebration», «Music for the Masses», «Violetta». Где такие забойные хиты, как... Да это весь альбом хит. 1990 год. У подростков это было что-то. С каждого громкоговорителя играл. «Walt in my eyes», «Enjoy the Silence», «Hello», «Police of Truth», «Personal Jesus». Чего только-то нету. «Clean». Дальше. Листаем. В общем, альбомы. Сейчас я вам покажу отдельная история, когда я, минуточку, ездил на их концерт, чтобы вы понимали. Я был на четырех концертах, но сейчас я к музыке охладел, и где-то шмот. Постарел. Вот это билет 1998 года. Они в поддержку альбома «The Singles Tour» 86-98 первый раз приехали в Москву и в Россию. Естественно, я купил этот билет. Поехал. Спорткомплекс Олимпийский. Место. Сектор. В ожидании от того, что будет и свершится, я их воочию увижу, побывая на их концерте. Приехал в Москву. Это как раз был сентябрь после дефолта, когда обрушился рубль. Страна замерла. Меня поразило по приезду в столицу, в Москву, то, что нигде не было рекламы. Для меня казалось, вы что, люди, просто так ходите. К нам приехал депешмот. Не пропустите. И всего лишь около спорткомплекса олимпийского баннер огромный висел. А я же насмотрелся к этому времени их альбома живого на видеокассетах после их альбома Song of Faces and the Ocean выпустили. The Oceanal Tour. Насколько помню, так назывался концертный альбом. Там сцена, экраны огромные. И я подумал, вот это я сейчас увижу. И вдруг какие-то две буквы ДМ. Это в 98-м году. Их так оформлена была концертная площадка. ДМ-буквы из светящихся лампчик. Я был шокирован, потому что мне хотелось и представлялось, что это будет нечто грандиозное в оформлении сцены. Но они сделали так. Есть к тому свои причины. Это был 98-й год. В 2001-м году я поехал. Концерт был 16-го сентября 2001-го года в 19 часов это уже в поддержку альбома Exciter. Там сцена была оформлена получше, побогаче, скажем таким образом. Экран был большой. Но это тоже было не так, как в их грандиозный тур 93-го года после выпуска альбома Song of Ace and Devotion, когда у них два экрана, потом экраны поменьше были. Но они тогда вспоминали впоследствии, что Мартин Гор вроде бы сказал, вот он кстати и вот на этих фотографиях, на этой фотографии с Эпой Мартин. Мартин Легор он сказал, что когда они отправились, вспоминал впоследствии в тур после выпуска альбома 1993-го года и он узнал, сколько стоило сопровождение тура, вот это все возведение сцены, арены, что ему сказали, вот сейчас мы только начнем после там энного количества концертов получать прибыль, он сказал, на типа, можно было тогда экранов поменьше делать, не строить такую грандиозную сцену. Ну, по крайней мере, я так читал, якобы сказал об этом Мартин Гор. что тогда творилось вокруг Депешмот в конце 1980-х годов одна из самых популярных групп. Я даже не знаю, сейчас не интересуюсь музыкой, что можно привести в пример, чтобы так гремело, как в то время. Ладненько, первая часть закончена. Это была матчасть тетрадки, билеты, небольшое пояснение. Держим связь.